Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показываю этого по дому. И сегодня речь пойдет о книге Леонида Спивака. Я уже рассказывал о его большом, объемном, историческом томе, который называется «История города Бостона». И, в общем, где я и где Бостон. Я никогда не был в США, и, наверное, никогда не побываю. Ну, никогда не говорю никогда. Но, в общем, это настолько увлекательная оказалась книга, что, полистав ее, я не мог оторваться. Это очень с точки зрения техники увлечения широкого круга читателей историческим материалом, сложным, полным фактов, бесконечно далеким от жителей других стран. Книга написана очень совершенно. Каждая глава уникально предваряется какими-то отрывками из бостонских новостных, такая лента новостей, из бостонских газет соответствующего года, соответствующих лет. История этого потрясающего, конечно, вероятно, и значительнейшего, но все-таки не самого главного на планете города, связана настолько многими культурными и социальными связями с самыми разными континентами, государствами, королями, императорами, учеными, военачальниками, гениальными полководцами, событиями, фактами, интригами, загадками, что ты просто к концу убеждаешься, что просто, ну, жить так в Бостоне, где же еще? Потому что это вот просто средоточие всего интересного, что было в мире. Это заслуга автора. Леонид Спивак умеет подать то, что ему важно, интересно. И вот, значит, четвертая сторонка обложки этой книги рекламирует другие его книги «Одиночество дипломата», «Рубикон Теодора Рузвельта», и «Историю города Бостона». Но я взялся рассказывать не о биографиях, тем более, что Черчилль у меня уже появлялся в блоге, как-то мелькал. Даже не потому, что мне не интересны эти люди, наоборот, очень интересны. А книга «Когда Америки не было», она освещает тот самый момент, исторически, в общем, не очень продолжительный. Хотя, знаете ли, около столетия, это, мне кажется, приличное количество времени, да? Это больше, чем жизненного поколения. И двух поколений. Но, тем не менее, в масштабах большой истории. А вот в наших, как мне кажется, опять же, коллективных исторических познаниях, вынесенных из советской школы, ну, присутствующих в виде такого большого белого пятна. Не, ну, конечно, те, кто в детстве сильно заморочился, а что же, о чем же таком пишет этот Фенимор Купер, да? Вот что же это за ковбои, индейцы, как это все происходило-то, да? Вот. Это одно. Он полез сначала в примечания, потом во вступительные статьи, а потом пошел по наклонной дорожке из ТФАК Академии наук, значит, диссертация на тему из 17-18 веков. Я же говорю о другом случае. О тех, кто, как и я, прошел обычный курс общей истории в советской школе, потом в ВУЗе, да? И, в общем, у нас белое пятно. Колумб, потом хоп, и сразу война за независимость. Значит, Колумб, потом хоп, и сразу война север с югом. Вот. Унесенная ветром, там, Скарлетт, Ахара и все остальное. Друзья мои, ну, немножечко не так. Во-первых, там была масса всего интересного. Во-вторых, оно не было, оно есть. И в этом, опять же, в моей убежденности, в данном факте, огромная заслуга Леонида Спивака. Оно никуда не делось. Дело не потому, что где-то в каких-то определенных... Давайте оставим Америку в покое. Например, в Канаде, в Квебеке, да? Некоторое особенное трепетное отношение к истории. Там действительно на номерных знаках автомобиля надпись «Я помню» по-французски. Я не буду сейчас коверкать произношение, я все равно не произношу. Значит, это такой девиз, да? Девиз вот провинции Квебек, где действительно историческая память довольно сильна, да? Не в том, что они такие молодцы, что вот прям все забили на историю, а они ее сохраняют. А потому что оно действительно сохранилось. Оно важно для людей, которые там живут, и важно для людей, которые в это вникают и следуют, для нас пишут. Здесь, в данном случае, значит, историк профессиональный, живущий в США там с 93-го года, как написано на 14-й сторонке обложки, который очень глубоко вникает в историю, это абсолютно русский читатель и наш с вами русский собеседник, да? Он очень легко и доступно объясняет вещи, которые надо объяснять читателю из другого континента, из другой эпохи. Слушайте, нас разделяют не там 50-70 лет, нас разделяют несколько столетий. И, в общем, это довольно серьезно. Он объясняет, почему и как складывались вот эти самые колониальные взаимоотношения между отдельными будущими штатами, а потом уже между штатами и другими государствами. Какую роль в этом всем играла Франция, которая, собственно, собственную государственность чуть не разбила в дребезги, в попытках что-то, скажем так, так сильно нагадить Англии, как никогда раньше у нее не получалось. Они же не просто французы поддержали Великую войну за независимость, они просто прям вот туда вложились очень сильно. Немножко сильнее, чем позволял государственный бюджет и вообще ресурсы Франции. Это сыграло не последнюю роль в будущем подготовке революции. Но бог с ним, я тут только что говорил о книге Чудинова по этому поводу. Так вот, когда Америки не было, это действительно замечательная книжка. Она познавательна в том смысле, что мы что-то по верхам слышали. Кто-то, может быть, край муха слышал о Льюисе и Кларке. Когда я задал вопрос, слышали экспедиции, да, это те, которые по горам лазили и почти все умерли потом. Я говорю, нет, это у Симонса в терроре было, во-первых, когда все умерли, а во-вторых, не по горам, а по рекам. А в-третьих, это те, которые своей дерзкой экспедиции прошли впервые буквально от Атлантики до Тихого океана. То есть закрыли это огромное белое пятно, которое и было Америкой в течение почти столетия, да, Северной Америкой, да. Там просто никто не знал, что это такой большой белый слон, как называли образно это пятно. Вот, и вот об этом во всем прочтете в книге. Экспедиция, конечно, уникальная, и это, не знаю, это очень опасно было, это было чрезвычайно дерзко, это было очень трудно, но это сравниться, может, не знаю, с чем, с авантюрой Турахи Иордала, да, который на каких-то камышах решил пересечь Атлантику. Вот кто-то слышал про историю Резаного, кто-то слышал про, ну, Юнона и Авось, извините, да, кто-то слышал про Русскую Калифорнию, кто-то слышал про то, как складывалась непросто судьба Луизианы, это гигантская территория, которая вообще намного больше самой Франции по площади, да, вот, эта территория настолько огромная, что на нее потом легли несколько штатов, будущих Соединенных Штатов Америки, то есть она так поделена на несколько штатов, вот. Она была продана, продана Наполеону, значит, натурально, Соединенным Штатам Америки. Причем, значит, им так надо было ее продать, вот, а тем так надо было ее купить, что они сторговались за самую низкую, за всю историю человечества сумму, если пересчитать центы на квадратные километры, простите, мили, да, тогда все было в футах, милях и так далее. Вот, это совершенно замечательная история. Историй здесь очень много, историй очень трогательных, историй очень героических, да, история сопротивления боролись не только французы и англичане за вот эти колонии, боролись на юге испанцы, боролись на севере вместе с французами голландцы, Нью-Йорк-то был голландским городом. Ну, я, положим, знал об этом и до спивака, я что-то по истории Нью-Йорка читал, вот, просто было любопытно. Но здесь настоящая интригующая история по этому поводу, потому что знаменитая Лолл-стрит, это что такое? Это городской вал, это укрепление, земляное укрепление насыпное. На его месте прошла улица, которую мы сейчас знаем, как Лолл-стрит. И так далее. Это действительно очень много открывается фактов, которые, допустим, для американца большинство фактов, наверное, все-таки знакомы хорошо и известны, да, и как получился День Благотворения, и как складывалось путешествие Мэйфлауэра, майского цветочечка, который привез первых пилигримов, как они себя называли, и их потом называли, отцов-основателей, да, значит, первых пилигримов привез на североамериканский континент. Это не значит, что до этого не было попыток основать колонию и закрепиться. Удачных не было. То есть там все прозябали, а зачастую колонии даже погибали. Некоторые экспедиции разминулись со своим транспортом, некоторые корабли затонули. Сложная, долгая история. Не буду сейчас даваться подробностями, чтобы ни наврать, ни напутать. Я, естественно, всех деталей не помню. Но Мэйфлауэр, это действительно был вот такой, буквально с одного корабля началась новейшая история. С одного корабля начался континент. Нет, он начался не с Колумба. С Колумба вообще началась Вест-Индия. Все думали, что это Индия, и что там, в общем, немножечко там вот пешочком. День, два пути, и ты в Пекине. То есть ты просто уже обогнул земной шаг. Когда выяснили, насколько они ошибались, ровно на полпланеты. Ну, может, чуть поменьше. Стало понятно, что это неизведанные перспективы. В принципе, мне очень нравится живой, здравый подход к истории, когда из набора бессмысленных достаточно фактов возникают живые судьбы, возникают такие интриги, возникают настоящее исследование, да, пусть это и такие обзорные вещи. И недаром Леонид Спивак пару раз цитирует в своей книге Натана Эйдельмана, потому что для меня это очень важный человек. Это человек, с которого вообще началось увлечение моей историей. Твой 18 век. Книга совершенно гениальная, на мой взгляд. Она посвящена отечественной истории, но вы же понимаете, все связано одно с другим. И вот я горячо рекомендую всем, кто хочет немножко узнать больше о новом времени, немножко узнать больше о периоде, который предшествовал и сопутствовал в «Войне за независимость», значит, потому что там очень много всего произошло, потому что более внятного и увлекательного изложения на эту тему я не встречал. Действительно, книга, ну, такая, получается, я бы сказал, большая новинка. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.